Привет! Продолжение видео по инвентарю. И теперь нам надо, получается, в Main Inventory вот сюда подать уже обновление кнопки. Update Item Button. Вот она. Давайте ее прокинем. Где-нибудь так, чтобы она не путалась. Get мы подаем white. Соединяем. Количество мы подаем еще сюда. Тоже где-нибудь опустим. Вот. Вроде бы все. Что ругает. Мы ее не правильно, не закомпилировали. Еще раз проверяем. Все отлично. Ох, так. Я думаю, мы должны справиться на этом видео, но не уверен. Давайте на всякий случай все сохраним, чтобы не глюкнуло. Так, это мы закрываем персонажа. Так, это мы закрываем персонажа. Мы будем после добавления значения обновлять как раз-таки виджете, ячейку. Это у нас получается виджет Inventory. Давайте вытащим, проверим. Update Button. Да, вот оно все есть. И после ремов тоже, кстати, соединяем. Записываем target. Сейчас быстренько давайте накидаем. Так, вот наш object. Чтобы создать какие-то дополнительные предметы, здесь мы должны сделать как? Нажать на наш основной объект и создать из него ребенка. Children. Чилд. Object. Чилд. Давайте назовем IC Object. Ну, я не знаю. Окей. Это у нас ключ будет. Зайдем внутрь. Наш кубик. Давайте поставим где-то у нас ключ. Вот он, да? Да, это ключ. Желтый ключик. Теперь также потерялся. Создадим еще один. Ребенок. Обзовем его. Так, что у нас там было-то? Ключ, лента. Ну, я думал, это мина. Ну, давайте я так напишу. Мина. Это не важно. Сейчас посмотрим меша. Это у нас мина. Я даже сделал мину. цилиндр. Ну, help me. Цилиндр. Пистолет. Пистолет и баночка, да? Зайдем внутрь. Здесь выставим за место куба так, где у нас мина? мина. Я потерялся. Цилиндр. Он называется. 0,1. Так, ну, окей, пусть будет красный. Так, пишем новые. Ну, и давайте последнее, это будет ган. пистолет цвет черный. Вот, мы их кидаем. Так, наш пистолет, ключик и мина. Как я и сказал, это будет мина. Так, смотрим. Смотрите. Здесь у нас ничего не прописано, да? Что, я забыл прописать? Естественно, я забыл прописать. Во-первых, нам в главном надо прописать такую штуку, как мы же должны еще, кстати, на кнопочку подобрать, делать действия. Во-первых, нам нужен персонаж, мы его вот здесь прописывали. При входе в сферу давайте get player вытаскиваем из него action inventory наш, то есть, в котором мы создавали именно действия по инвентарю и по окончании действия мы достроим объект, то есть, удаляем его. конечно, это неправильно, здесь надо делать это уже для начала достаточно. Так, в action мы делаем make и уже вот отсюда вот наш item делаем promote variable сделаем item так и выставим ее видимой. Теперь мы по сути можем ее видите, на клавише да, то есть есть add item, есть remove item, в данном случае нам пока только add, то есть добавить. Так, сейчас посмотрим, появилось ли у нас что-нибудь. Вот, у нас все появилось. Вот, смотрите, да, как мы выставили видимость, у нас появилось такие значения, как имя, тип, допустим, вот, это мина, тип мина, ну, или еще что-то, вы с типом можете много что работать. Мина, наименование, допустим, по-русски можете написать, для того, чтобы, когда подходите, отображать сверху и так далее. Каунт, значение, количество, сток, это, стокит мы складываем или не складываем эти предметы. Давайте сделаем складываем, то есть мины у нас будет складываться. картиночка у нас, вот она будет, которая отображаться в инвентаре, и класс у нас будет как раз-таки тот, который мы ой, ой, нет, вот этот, ну, вот, да, все, актор object mine, то есть который мы выбрали для работы. Так, ключик настроен, также его назовем ключ от, не знаю, зала, что-нибудь такое, тип, это кей, допустим, каунт единица, сток ноль, то есть она не складывается, иконочка, и здесь мы так, опять мины выделю, почему-то он отсюда берет, и кей тоже выставляем, быстренько настраиваем пистолет, так, япон каунт единица 100 к 0 и допустим я у нас тут пистолет так выбираем пистолет добавляем именно квас который будет выкидываться так сохраняем все давайте быстренько проверим что у нас так нет я еще кое-что забыл у персонажа здесь то мы это доставили до настроили нам нужно уже еще здесь забыли кое-что доделать это не в персонажа в это получается в нашем главном предмете давайте вызовем event это у нас когда предмет будет стокаться так скажем спауниться в мире он будет выполнять данное действие event мы его назвали спай спаун а это так да теперь здесь мы должны записать наш item и и подать на значение ячейки так или не отсюда подождать так давайте попробуем отсюда так ну ладно так сам мемберс in item item data structure почему он у нас не перима не принимается значение аккаунт так возможно дефаут категорию а вот стой каунт нам надо отобразить отобразить значение все давайте проверим так сохраним чтобы не вылетел персонаж подходит сюда нажимает букву f инвентарь так инвентарь у нас букву к ее до ох 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 стойте отобразим в окне ключик ключик f откроем инвентарь у нас пустой инвентарь какая-то проблема так инвентарь пустой сейчас будем выяснять еще проблема во первых я забыл на создание виджета сделают добавление клавиши это во первых нам надо зайти в мэйн инвентарь и эвен графе да здесь в основном создать кастом и винт давайте создадим его под названием как инвентарь и что-то там как нибудь бене рейд а что пусть так будет название и мы должны кинуть на эту штуку над наш grid батон то есть создание наших кнопок естественно мы открываем и там нету никаких кнопок как же они покажутся и теперь из нашего виджета которым мы продолжаем и запускаем тот инвентарь generate так это во первых да давайте проверим сразу открываем ничего нет чем проблема еще может быть так естественно вот еще в чем я здесь не добавил так это у нас что это ссылочка на виджет так это виджет у нас в г батон называется вот он ставим его сюда но либо можно вот отсюда прям вытащить сюда линию проверим да все уже кнопочки появились это уже хорошо так теперь 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 давайте быстренько сделаем прозрачностью кнопки так где у нас прозрачность так color and opacity или нет background color да где вам прозрачная клавиша наш image наш image так я даже не знаю прозрачно делать его или нет в общем здесь другая картинка должна быть так текст чуть чуть увеличим так и кнопочки у нас не расставляет хорошо то что может быть наверное размер размер у меня здесь как-то пытался под настраивал по сути размер настраивается ширина нашего вот этого вида на ширину кнопки давайте в ширину меньше высоту стоя так межстрочный интервал даст что-нибудь да отлично так давайте немножко тогда ширину увеличим наверное будет хорошо 53 на 40 сделаем ну почти чего-то чего-то не хватает ширины не хватает ему ну допустим так теперь давайте проверим я тут раскидал еще больше чуть-чуть этих чтобы было понятнее отбираем ничего нет давайте две подберем ничего не добавляет эх чтобы не растягивать все это действие давайте я сейчас опять снова поищу проблемку и а вот кстати может быть здесь так это по сути не должно быть конечно давайте попробуем надо будет поискать так исправляем все так же на нулю проблему у нас клавиши еще во первых я забыл забыл назначить бинт на изображение изображение у нас icon который мы выставляем в нашей функции и на тексте это у нас бинт каунт давайте еще раз проверим так еще возможно проблема у нас так называется у нас как так где-то может быть в это минус единица все-таки да это у нас что это такое что-то за изображение кривое какое-то так здесь у нас меньше нуля соответственно единицы не будет уже отображать проверим нет не работает это не здесь это вроде бы здесь а нет нет не здесь все чуть-чуть ошибся это у нас баттон баттон update баттон вот она если мы поставим единицу то есть единичные предметы он не будет у нас показывать в одном количестве видите просто цифрки нету единственно что что за изображение не понял я конечно так две я предполагаю короче прозрачность там что-то стоит из-за этого возможно косяк видите 34 ну-ка подберем это больше пяти уже не подберет видите уже появилась новая часть почему картинки у нас такие непонятно так может быть проблема здесь давайте выставим картинку единичку проверим проверим нет вот наоборот все правильно там прозрачность была так и проверим кривая какая-то ерунда честно сейчас все правильно но мои текстуры что-то не отображает может быть я их неправильно сохранил так сейчас быстренько так иконка select а ну все правильно и мы часа из давайте подадим размер картинки так какие-то от 260 на 132 ну не знаю что-то не то вот видите кнопочка нажимается все отлично я прозрачность кнопки добавил то есть на саму кнопочку да в дизайне то есть и у нас чисто изображение остается так ну-ка сейчас я прозрачность включу ну тогда совсем ничего не видно я предполагаю здесь надо было правильную картиночку сделать так мы теперь можем собирать вот наш появляется менюшечка но почему-то здесь надо ее правильно выставить нужном месте либо просто сделать размер экрана где нужно remove apply нажимаете и соответственно пишите на данных кнопках уже необходимые действия делаете удаление ну допустим да делаем мы удаление так так вот та же самая клавиша да remove on click добавим какие-то действия так во первых надо get player character из него мы вытаскиваем тот action который мы создавали это у нас get get как он там назывался я уже забыл get item inventory вот его так не мешайся get item inventory из него мы будем вытаскивать get ариф далее мы должны подать сюда переменную значение ячейки так мы не создавали до их вроде бы и здесь сейчас секундочку посмотрим а мы же здесь не создавали то есть здесь нам надо конечно из кнопки именно кнопки вот из-за этого батон до получить нашу переменную вот л 100 айди и записать ее вот сюда далее ну давайте я просто пока поставлю внешний да как будто бы здесь слот айди далее мы из гэта делаем брейк и появляется вот наше значение снова с персонажа делаем инвентаре action и соединяем теперь это значение мы вот допустим удаляем показываем ячеечку ну и соответственно уже номер слота нажимаем нажимаем кнопки вот такая вот штука должна получиться то есть при выходе вы удалите предмет но так как у нас видео затягивается слишком долго на этом я думаю закончить то есть я вам показал примерно структуру как это удалить дальше уже делаю за вами показал структуру создания у нас все работает то есть если я нажму да вот то что у нас стакивается так я покажу сейчас вот наше да у нее и стакет вот у нас пистолеты а а и пистолет у нас стакивается отлично где то у нас проверка проблемная проверка короче по то есть это где то в чек а это вот здесь надо будет проверить вот эта запись так 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 давайте-ка ее оп долетнем просто для интереса проверим здесь мы стокит сюда подойдем блин она хотя все равно в любом случае запишет что у нас является так в общем здесь надо еще делать еще одну проверку так пистолет один пистолет один пистолет снова один пистолет но так она и будет ну давайте еще разок пистолет ключ мина 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 а видите вот и стокит не работает у нас так так конечно возможно неправильно записал не не определил откуда записать так но уже как минимум хорошо да возможно и еще кстати сейчас посмотрим удаляет предмет он соответственно как я вам сказал уже в любом случае когда вы нажимаете кнопочку он ее удаляет все вот вот так вот будет правильнее скорее всего стоковыми предметы он стокит не стоковыми он проходит то есть берем сразу от инвентаря то что предмет удаляется это я вам сказал уже надо выставлять так не это так 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 я уже сам потерял в object вот здесь он в любом случае удалит надо проверить перед тем как удалять проверить персонаж взял его или нет то есть надо будет создать переменную и проверить у персонажа прибавление в инвентаре что нибудь подобное типа добавления то есть если предмет добавился вы его удаляете если нет ничего не делать на этом все друзья принципе мы разобрали структуру инвентаря до скорой встречи увидимся в следующих видео пока а